Фрэнк Зейн 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 Так, не будем увлекаться перемалыванием. Теперь добавим пеканы. Мне кажется, что будет вкусно, если фрагменты... О, пахнет-то хорошо, кстати. О, ты видишь? Она чувствует. Это удивительное устройство само понимает, когда поменять ритм. Представляешь, когда делать вот эту аритмию? Ну, короче, уже все супер. Я уже понял. Теперь... Это действительно простое блюдо, оказалось. Теперь мы вот эту массу должны красиво, типа того, положить на листья салата. Ну, ребят, так делал Фрэнк Зейн. Мы же уважаем Фрэнка Зейна. Мы не можем не уважать людей, которые тренируются почти 50 лет. Ну, чего пробовать? Вот забавная тенденция. Когда готовишь, конечно, аппетит. А чем? Ногами? По горелище? Викуль, ну чего, давай, я первый. Ты точно оценишь. 100%. Слышь? Вот просто гарантирую тебе, ты скажешь, это супер. Викуль, иди сюда, кусай. Круто? Немножко жирновато, естественно, благодаря чему, Вик, авокадо плюс орехи, правильно? Но орехи, благодаря фрагментам, заставляют пережевывать вкус, ну, то есть неординарный вкус, правильно? Аминокислоты, тема дня, полезно иногда уйти вглубь вопроса, мы очень много говорим по верхам, я сам иногда переживаю, что столько выпусков уже записано и вроде бы, ну, тема неисчерпаемая, вы сами понимаете, тема питания, она вечная, но иногда нужно уходить вглубь вопроса. Сегодня как раз тот самый день, мне захотелось это сделать и с помощью книги Фрэнка Зейна сделать очень легко. Фрэнк Зейн, биохимик, у него до спортивной карьеры, рот занятий был учитель математики в школе. Помимо того, что он математик, он еще и обладатель диплома по биохимии, то есть человек, который на самом деле по собственному выбору хочет разбираться во всех этих тонкостях химических реакций в человеческом организме и разбирается. Фрэнк Зейн тренируется почти 50 лет, ему сейчас 71 год, он всю свою жизнь держит отличную физическую форму с низким процентом подкожного жира, просто с минимальным. И мышечная масса, я бы так сказал, что с годами уменьшается, вы можете увидеть на фотографиях, но в общем-то она всегда присутствует, то есть человек безусловно тренированный. Три аминокислоты Фрэнк Зейн употреблял всегда и начал их применение с конца 60-х годов, то есть фактически всю свою соревновательную карьеру и дальше. Что значит приставка L? Это значит, что аминокислота находится в свободной форме. Естественно, это не единственные три аминокислоты, которые он использует. Он использует также и комплекс аминокислот незаменимых, но эти три являются на его взгляд ключевыми, так как соответствуют, вот сейчас внимание, трем основным функциям человеческого организма. Первая стадия разгона, условно говоря, созидания, преодоления стресса, возбуждения своего энергетического потенциала для того, чтобы ставить задачи, достигать их, созидать что-либо, преодолевать трудности и так далее. То есть вы поняли, условно можно назвать это стадией разгона. Дальше, вторая задача, это стадия торможения. То есть расслабление, расслабиться, сбросить стресс, затормозить все. С этими двумя все понятно, тенденциями, постоянный разгон и торможение. Но также есть третье, поддержание определенного стабильного градуса в условиях продленного стресса. То есть вы находитесь в течение своего дня, или долгая тренировка, или долгая какая-то стрессовая ситуация, и вы держите определенный градус. Вы справляетесь в течение не пяти минут, не десяти, а часа, двух, трех, возможно, десяти со стрессом. Ни один человек не может добиться успеха в этой жизни и вообще существовать адекватно, если у него нет этой способности. Можно с уверенностью сказать, что эта классификация абсолютно применима к любому дню любой человеческой жизни. Разгон, торможение, либо удержание в течение продолжительного времени толерантности к стрессу. Три аминокислоты, которые были названы L-аргинин, L-глютамин и L-трептофан, это три аминокислоты, способствующих и помогающих человеку в этих трех физических задачах. Первая, L-глютамин. Начинаем с нее. В последние годы во всем мировом медицинском сообществе все больше людей склоняются к мнению, что именно эта аминокислота является важнейшей в условиях метаболического стресса. То есть, когда человек подвергся либо травме, ожогу, рак. То есть, те состояния, когда человеку нужно генерировать и регенерировать ткани. Вы понимаете, что это очень схоже с состоянием напряженной физической тренировки или огромной физической нагрузки. В нормальных обычных условиях человеческий организм способен вырабатывать достаточное количество L-глютамина. Но стоит организму оказаться в стрессовой ситуации, которые были уже названы, как необходимо поступление L-глютамина извне. Рекомендуемые дозы приема L-глютамина 5-10 граммов в сутки. Теперь говорим о втором состоянии. Торможение и вторая аминокислота, L-трептофан, незаменимая аминокислота. То есть, совершенно необходимо получать ее извне. Человеческий организм не может ее создать или произвести. Какие дозировки L-трептофана предлагает Фрэнк Зейн? По 500 миллиграмм два раза в сутки и вечером перед сном 3-4 грамма. Более значительное количество L-трептофана приводит не просто к каким-то незаметным последствиям, а абсолютно четко вот это торможение может сказаться на действиях, которые мы совершаем, которые требуют координации и концентрации, как, например, вождения автомобиля. Давайте приведу вам небольшой пример, как применял L-трептофан Фрэнк Зейн во время подготовки конкурса Мистер Олимпия в 1976 году. В течение 2-3 месяцев перед соревнованиями он придерживался следующего режима. Утренняя тренировка. После тренировки он принимал с небольшим количеством углеводов L-трептофан, причем 10 граммов, ребят. То есть большую, намного большую дозу, чем мы обсуждали только что. Через полчаса, когда начинал чувствовать сонливое состояние, ложился спать и спал порядка 3 часов. После этого он второй раз просыпался, то есть, условно говоря, второе пробуждение, второе утро. Ехал опять на тренировку и тренировался второй раз. Эти 2-3 месяца, почему именно о них пишет в своей книге Фрэнк Зейн? Потому что он чувствовал такую наполненность мускулатуры, несмотря на то, что находился на низкоуглеводной диете. Но подобная практика вот этого вот сна двойного, да, сон 2 раза в сутки, помогала ему расти, по сути дела, да, и достигать отличной формы. В день накануне состязаний, накануне конкурса Мистер Олимпия 76-го года, он остановился в гостиничном номере, где было достаточно шумно. Ну, плюс, естественно, нервы накануне соревнований. То есть он использовал этот L-триптофан как снотворное. Несмотря на то, что он спал всего лишь 4 часа, но принял перед сном опять дозу порядка 10 грамм L-триптофана, он чувствовал себя прекрасно на соревнованиях и очень доволен был своим выступлением. Итак, это мы поговорили с вами о торможении. И третья аминокислота, которую мы обсуждаем сегодня, это L-аргинин. Она соответствует третьей задаче человеческого организма, это поддержание спокойного и сконцентрированного состояния в условиях стресса на протяжении длительного или продолжительного времени. По мнению Фрэнка Зейна, L-аргинин влияет на сердечно-сосудистую систему, на снижение кровяного давления и увеличение КПД человеческого организма в состоянии аэробной активности. Это чисто физиологическое свойство. Так как мы все прекрасно понимаем, что тренировки с тяжелыми весами в течение многих лет очень часто приводят к повышению кровяного давления. Нужно за этим делом, ребята, следить и понижать. И чем раньше мы начнем этим заниматься, вспоминайте того же Сити Флетчера, у него вообще проблемы были огромные. То есть давление это та тема, которую нельзя оставлять без внимания. L-аргинин – это именно та аминокислота, которая снижает кровяное давление. И именно для этих целей Фрэнк Зейн рекомендует ее принимать. Ну вот, ребята, вот так вот вкратце, в нескольких словах я рассказал о трех ключевых аминокислотах, по мнению Фрэнка Зейна, для тренировок и поддержания долголетия в спорте. В следующий раз мы с вами продолжим обсуждать тонкие теоретические моменты и то интересное, что я узнаю еще из книги High Definition Body. В общем, короче говоря, тренируйтесь и увидимся с вами через несколько дней. Пока!